Как перестать экономить на себе и начать жить в изобилии? Тема, которая мне очень хорошо знакома, которую я прошла прям от и до. И в этом видео расскажу, дам несколько классных работающих техник, которые помогают выйти из ощущения недостатка в ощущение изобильности Вселенной и множества возможностей. Но вначале моя личная история. Я, кстати, надела сегодня свое любимейшее платье, любимые сережки. И я этим видео, можно сказать, даже закрываю свой гештальт, потому что пять лет назад мой первый канал, посвященный моим результатам перехода на растительное питание, феноменальным результатом, я начинала с видео «7 способов, как сэкономить на сыроедении». Вот, и я прекрасно понимаю, сейчас оглядываясь назад, что на тот момент я была полностью в фокусе на том, как сэкономить. И это же вывелось в контент на моем YouTube-канале. Но, слава богу, что я начала работать над собой. И первая практика, которая дала существенный сдвиг в моем сознании, точнее расширение моего сознания, это трансерфинг реальности. Вот, это, скажем так, работа со своими мыслями, когда ты перемещаешься в ту ветку реальности, которая для тебя более благоприятна, а ее ты приближаешь, на нее перемещаешься ты, работая именно со своими мыслями. И с чего я начала? Я начала регулярно проговаривать зеландовские аффирмации, и плюс еще они есть классные, собранные в книге проектора отдельной реальности, прям по группам, по категориям. Начала говорить, что я гармонично следую пути своего предназначения, я нахожу свое предназначение, я занимаюсь своим любимым делом, любимое дело приносит мне достаток и изобилие. Вот прямо, я не знаю, по многу раз в день я это проговаривала, делала практику оковозрождения. Есть эта видеозапись на YouTube вместе с комментариями зеланда, когда ты вместе с этой физической практикой проговариваешь и аффирмации, и там тоже есть и аффирмации на любимое дело, на достаток, на изобилие. И вот эта практика, плюс еще работа с мыслями, что когда ты концентрируешься на том, чтобы сэкономить, ты продолжаешь и дальше экономить, экономить, экономить. Но как только ты переключаешь свой фокус внимания от экономии, вот прям просто смотришь там, допустим, на озоне что-то хочешь себе заказать, и думаешь, нет, вот это дороговато, это я себе не возьму. И как только ты словил вот эту вот мысль, сразу же думаешь, переключаешь ее. Это очень большое нужно иметь самоанализ, осознанный очень ум, и постоянно его тренировать. Это практика, естественно, не для всех. Так как я думаю, что меня смотрят осознанные люди, я думаю, что вам это пригодится, или вы себе еще раз это напомните. Как только поворачивается, что нет, я не могу себе это позволить, нужно здесь сэкономить, там это не купить, здесь поехать купить подешевле, ты начинаешь сразу же переключать свое мышление на то, а как я могу на это заработать, как я могу получить эти деньги на эту услугу или товар, или каким образом я просто могу получить эту услугу и товар в обход денег, вот просто чтобы как бы дать задание вселенной, чтобы она вам послала то, что вы хотите. И есть такая, кроме вот этой вот практики переключения с экономией недостатка на изобилие, на то, как я могу, на вопрос во вселенную, как я могу это получить, как я могу на это заработать. Ну, конечно же, в трансерфинге сразу же идет визуализация, вот что ты уже в этом всем, что ты получил то, что хотел. Но у меня, в принципе, я не могу сказать, что визуализация хорошо работает, у меня больше работают вот эти вот аффирмации. И еще классная техника, вместе с тем, как ты можешь это получить, то есть есть, например, способ очень отличный, выписать 10, минимум 10 источников дохода, которые вы можете получить вот прямо сейчас. Какие у вас могут быть источники дохода? И я прекрасно помню мое мышление, что мой источник дохода может быть только один, и для этого нужно пойти на работу и конкретно что-то делать, то есть предпринимать какие-то активные действия. Но, естественно, кроме одного или даже нескольких источников дохода с моими активными действиями, например, работать на нескольких работах, брать там подработки. А есть еще вариант пассивных источников дохода, да? Это когда вы себе там откладываете деньги, там у вас идет какой-то процент, или вы что-то сдаете в аренду. Ну, сами прекрасно знаете, что сейчас тема пассивных источников, она очень популярна, и там не нужно иметь миллионов, чтобы начать иметь вот эти вот пассивные источники дохода. Но есть еще и так называемые женские деньги, когда тебе блага и изобилие приходят не обязательно только от мужчин, а вообще просто от людей, от вселенной, просто за то, что ты есть, за то, что ты есть в жизни. И я знаю, что многие женщины, в том числе и я, сейчас стали очень большими достигателями, что нужно заработать, получить, как там улучшить свои навыки экспертные, прокачать свои скиллы, вот. И заработать эти деньги я сама стала таким достигатором, и в какой-то момент даже забыла про вот эти вот женские деньги, что ты можешь получать блага от вселенной просто за то, что ты есть такой хороший на земле, не обязательно от мужчин, просто от людей. И практика заключается в том, чтобы сейчас сесть и выписать минимум 10 источников дохода, которые у вас могут быть вот прямо сейчас. Часть из них активные, часть из них обязательно пассивные и женские деньги. Например, я даже, ну, вы скажете, я выписала вот сейчас себе 10 этих источников. И вы скажете, да, ты блогер, там, эксперт по растительному питанию, да, сейчас я могу выписать не 10, там, а 25 и больше источников дохода. Но я специально села и выписала те источники, которые могли бы у меня быть, когда я еще просто работала на обычной работе. Вот. И, например, я могла бы, я тогда начинала заниматься йогой, я могла бы уже для начинающих преподавать йогу. Я могла заниматься расшифровкой, то есть это то, чем я занималась какой-то период времени, но это могла бы быть моя подработка, то есть это перенесение видео в текстовый формат, а потом я могла бы начать откладывать, чтобы у меня были хотя бы положить деньги в банк под процент. Дальше это вот то, что реально было. Мне предлагала моя подружка сидеть с ее ребенком. Дальше я могла бы подрабатывать администратором в спортклубе. То, что я делала, я подрабатывала хостес на стадионе, на некоторых мероприятиях стадиона. То, что меня просили мои более взрослые подруги, мамины подруги, учить навыкам компьютера, самым элементарным, и телефона. Ну, я делала это бесплатно, но я могла бы брать за это деньги у других людей. А затем я могла бы заниматься английским, например, с детьми, потому что у меня он хорошо идет и хорошо получается. Затем я могла бы, естественно, что я могла бы во что-то инвестировать деньги, чтобы обучиться и это делать то, чему я обучилась. Так, здесь больше актива, есть пассив, это откладывать инвестиции. И, конечно же, я могла получать подарки от вселенной, попросить, я не знаю, родителей, попросить парня, дать мне денег на то, что мне было нужно. Вот. И мне даже сейчас, то есть я ставлю все равно вот эти женские деньги на самый конец, потому что мне уже тяжеловато на них переключаться. Но, тем не менее, это тоже проработка. И рекомендую вам записать минимум 10 источников дохода, часть из которых, допустим, 80% активных, допустим, 10% или 20% пассивных. И дополнительно можно еще записать, точнее не можно, а нужно подарки от мужчин, от вселенной, от друзей, знакомых. Вообще, вот, блага, которые вам могут достаться просто так за то, что вы есть. Здесь, конечно же, нужно прокачивать ощущение, что я достойна, я достойна этого, я могу себе это позволить. Вселенная меня любит, я люблю себя. То есть, это подарки от вселенной идут только к тем людям, которые внутри принимают и любят себя. Конечно же, если вы будете говорить, нет, я этого не достойна, это там для каких-то лучших людей, а мне там что-нибудь попроще и похуже, конечно, вам будет доставаться то, что похуже, к сожалению. Поэтому, резюмируя все видео, нужно обязательно, когда вы думаете о том, что вот здесь нужно сэкономить, я здесь этого себе не могу позволить, сразу же переключать свое сознание, а что я могу сделать, чем где я могу заработать деньги, как я могу, как мне это то, что я хочу, как я могу это получить. Не обязательно в обмен на труд, на деньги, просто как я могу это получить. И таким образом, вы прекрасно знаете, что то, куда течет наше внимание, туда течет и энергия. И если вы будете фокусироваться на том, чтобы сэкономить, вы будете продолжать еще больше экономить. Вот, если вы будете фокусироваться на источниках дохода, на то, как я могу это получить и что это реально, и вот, я могу это сделать, потому что я достойна, и я этого хочу, и я это получу, тогда вы обязательно просто 100% это получите. Спасибо вам за внимание, обязательно выпишите вот эти вот источники дохода, минимум 10, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok